Герои борьбы с татарами. Кто они? Были ли такие среди русских князей? Тема нашей лекции «Русские князья в годы нашествия Батыя». Для начала, мне кажется, нужно оговорить хронологические рамки нашей лекции. Что такое нашествие Батыя? Напомню вам, что нашествие Батыя охватывает два периода времени, начиная с конца 1237 года по весну 1239 года. Это период, когда войска монголо-татар захватывали, разоряли территорию северо-восточной Руси и потом ушли в степь. После чего вернулись из степи и уже продолжился поход на южно-русские земли, который продолжался примерно с весны лета 1239 года до конца 1240 года, когда войска Батыя штурмом взяли Киев и двинулись дальше на запад. Кто является героями сегодняшней лекции? Русские князья – те люди, которые принимали решения, которые были главными героями летописных текстов, те люди, которым судьба дала в руки возможности и ресурсы для того, чтобы действовать в очень непростых условиях надвигающейся лавины ордынского нашествия. Мы знаем по летописным источникам 36 князей, названных по именам, которые так или иначе проявили себя в этой ситуации. 36 – это цифра предельная. Сюда входят даже те князья, которые родились в годы нашествия и себя никак не могли проявить в силу возраста на полях сражений во время защиты русских территорий. Всего 36. Нам предстоит посмотреть, как вели себя те из них, которые были во взрослом возрасте, которые возглавляли русские княжества и так или иначе были вынуждены реагировать на ордынское нашествие. Что является источниками наших знаний об этом времени? Надо сказать, что, конечно, наибольшее внимание должно быть приковано к ранним источникам, тем текстам, которые возникли непосредственно после нашествия. Однако проблема заключается в том, что самые ранние тексты, повествующие о нашествии Батея, это тексты, возникшие, ну, пожалуй, спустя поколение после нашествия. Это тексты, которые сформировались самые ранние, в 70-е, в 80-е годы XIII века и даже чуть позже. Соответственно, это не записи современников событий, это не записи очевидцев, это записи книжников, которые опирались либо на какие-то предыдущие рассказы, либо на сведения, которые им сообщили очевидцы, то есть на устную традицию. И это все, конечно, делает работу с этими текстами чрезвычайно сложной, потому что нужно восстанавливать, что называется, разные слои информации. Откуда эта информация была заимствована, насколько был осведомлен книжник, который фиксировал. Собственно говоря, эта задача очень непростая, и поэтому все, что касается действий князей, все то, о чем мы сегодня будем говорить, это все-таки, конечно, не истина в последней инстанции. Это некая реконструкция, которая выстраивается на основе летописных известий. Есть также житийная традиция, географическая традиция, в которой упоминаются события Ордынского нашествия, но очень и очень лапидарно, очень и очень кратко, потому что само нашествие не является главной темой, как мы понимаем, географических памятников, все-таки главной темой является просославление тех или иных святых. Есть известие о том, как проходило нашествие на русские земли в зарубежных источниках, но тоже это крайне лапидарные записи, по которым мы можем восстанавливать или уточнять какие-то отдельные штрихи происходящих событий и, соответственно, действия князей в этих условиях. Но целостная картина, тем не менее, на зарубежных памятниках нами реконструирована быть не может. Ну и, конечно же, есть гораздо больший объем памятников, возникших в более поздней эпохе. Самый известный из этих памятников – это повесть о разорении Рязани Батыем, самый известный уже тогда, в позднее Средневековье и в последующем, активно привлекаемый историками для восстановления событий этих лет. Но этот и другие памятники, которые возникают в период XVI, XV, XVI, XVII веков – это более поздние источники. Конечно, мы к ним должны относиться еще более аккуратно, потому что это более поздние интерпретации того материала, который отложился в текстах или вообще не отложился, дошел только в устной традиции. Все это требует очень серьезной проверки и понимания того, что поздние тексты, конечно, отражают точку зрения их поздних авторов, а вовсе не тех людей, которые хотя бы приблизительно, хотя бы в обозримой исторической перспективе могли сталкиваться с событиями монголо-татарского нашествия на русские земли. Для начала процитирую источник, который только что упомянул, повесть о разорении Рязани Батыем. И вышел великий князь Юрий Ингваревич против нечестивого царя Батыя, и встретил его близ границ Рязанских, и напал на Батыя, и начали биться с упорством и мужеством. И была сеча жестоко и ужасно, и многие воины сильных батыевых полков пали. И увидел царь Батыь, что воинство Рязанское беззаветно и мужественно сражается. И испугался. Поменяли коней и начали биться усердно, со многими сильными полками батыевыми воюя, храбро и мужественно сражаясь. Так что все войска татарские подивились твердости и мужеству рязанского воинства, и едва одолели их сильные полки татарские. Вот с этого повествования, повести о разорении Рязани Батыи, составленной в XVI веке, как правило и начинается наше знакомство с тем, как действовали князья в условиях нашествия. Но это XVI век. Это текст, который возник фактически два с половиной столетия после нашествия Батыя. В тот период, когда уже ни о каком монголо-татарском иге и речи быть не могло. В тот период, когда уже русское государство обрело подлинную независимость. То есть это воспоминание очень-очень далеких потомков, даже не воспоминание, а представление очень далеких потомков о том, как это должно было быть. О том, как должны были действовать князья в условиях Батыева нашествия. Парадоксально, но факт. В ранних русских источниках мы не встречаем вот такого героизированного описания действий Рязанских или каких-либо других князей. Это должно нас наталкивать на серьезное размышление о природе того, как отражали события памятники, посвященные Батыеву нашествию. Но, тем не менее, вот эта вот повесть о разорении Рязани Батыем, напомню еще раз, памятник XVI века, оказала огромное влияние на русскую историографическую традицию. Николай Михайлович Карамзин, который в 1811 году составил записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении, а Карамзин к этому времени уже активно работал над историей государства российского, то есть был здорово погружен в исторический контекст. Вот в этой записке он написал так о действиях князей в условиях нашествия. «Смелые, но безрассудные князья наши с гордостью людей выходили в поле умирать героями. Баты, предводительствуя полумиллионом, топтал их трупы и в несколько месяцев сокрушил государство. В искусстве воинском предки наши не уступали никакому народу, ибо четверть века гремели оружием вне и внутри Отечества, но слабые разделением сил, несогласные и даже в общем бедствии удовольствовались венцами мучеников, приняв онные в неравных битвах и в защите городов Бренна». Карамзин изобразил дело так, что русские князья активно, храбро сражались, но в силу своей разобченности, в то, что потом в советской историографии назовут феодальной раздробленностью, так и не смогли победить полчаса Батыя. То есть смелые князья в силу объективных причин, героически сражаясь в битвах и защищая города, пали смертью храбрых перед многократно превосходящими их силами. Вот такая позиция Карамзина, которую в этой записке о Древней Новой России фиксируют. Но уже когда выходит история государства российского, а первое издание выходит в 1816-17 годах, к этому времени, как мы знаем, заканчивается Отечественная война 12-го года, Карамзин выдает публике сразу шесть томов истории государства российского, он гораздо более аккуратно пишет о поведении князей. «Храбрейшие князья российские пали в битвах, другие, – пишет Карамзин, – скитались в землях чуждах, искали заступников между иноверными и не находили, славились прежде богатством и всего лишились». То есть он уже разделяет князей на тех, которые погибли в битвах, и тех, которые скитались в землях чужих. То есть фактически не участвовали, то есть устранились от участия в военных действиях. Современная историография, конечно, смотрит на эти события гораздо более скептически, более критически оценивая поведение князей. Я не буду сейчас давать обзор всей историографии, сошлюсь лишь на мнение ведущего современного историка, специалиста как раз по этому времени, Антона Анатольевича Горского, который в своей монографии «Русь от славянского расселения до Московского царства», вышедшее в 2004 году, написал очень важные вещи. «Успех монгольского нашествия на Русь в 1237-1241 годах был сам по себе предопределен военной мощью завоевателей. Перед ними не устоял ни Китай, ни Хорезм, ни разгромленные после Руси Венгрия и Польша. Но в отличие от выше названных стран, при прохождении монгольских войск через русские земли почти не было полевых сражений. Собственно, все хорошо известные факты героического сопротивления Батыевым-Полчищем были связаны с обороной городов. То есть речь идет о том, что русские княжества так и не смогли организовать полевых сражений, то есть битв в поле с орденскими завоевателями. И главные сражения как раз происходят во время защиты городов. И дальше Горский перечисляет, о чем может идти речь в контексте противостояния татаров. Практически все открытые бои, что имели место, относятся к первому походу Батыя, вторжению в Рязанское княжество и Северо-Восточную Русь в 1237-38 годах. Тогда у Коломны произошло сражение с Батыем войск Суздальской земли во главе с сыном великого князя Владимирского Юрия Вселудовича и части рязанских сил. А уже после падения Владимира Юрий Вселудович сошелся в гибельном для себя бою с туменом Бурундая у реки Сить. Во время же походов на Южную Русь фиксируется лишь одна попытка вступить в открытое сражение с татарами. Осенью 1239 года, когда татары осадили Чернигов, князь Мстислав Глебович попытался извне прийти на помощь осажденным, но был разбит. Сильнейшие князья Южной Руси того времени, Михаил Селудович Черниговский, правивший в 1238-39 годах в Киеве, и Даниил Романович Волынский бежали, не дожидаясь подхода татар. Вот такая сложная картина видится в современной историографии по поводу того, как действовали князья. Итак, мы имеем дело с 36 князьями, упомянутыми за период с 1237 по 1241 год. В этот же период упомянуты 6 воевод, которые действовали в разных уголках русской земли, и во Владимире Суздале, и под Рязанью, и в Киеве. То есть мы можем судить об этом количестве людей, мы можем судить о действиях вот этих персонажей, упомянутых в летописи. Теперь посмотрим, что же мы знаем об этих событиях. Но прежде всего я бы остановился на тех сражениях, где князья действительно проявили себя героически. Первое такое сражение – это битва под Коломны в январе 1238 года. Многие исследователи считают вообще это крупнейшим полевым сражением за всю историю Батыева нашествия на Русь. Определенные основания для этого есть. И мы можем опираться на текст сборника летописи, составленного в начале следующего столетия после нашествия, то есть в начале XIV века, персидским государственным деятелем и историком Рашидом Аддином. Как ни странно, в этом тексте упоминается сражение под Коломной. Они, то есть татары, овладели также городом Ике, который переводчики считают все-таки наименованием Коломны. Кулькану была нанесена там рана, и он умер. Один из русских эмиров по имени Урман, то есть, судя по всему, Роман, выступил с ратью против монголов, но его разбили и умертвили. Вот все, что сообщается о Коломенской битве у Рашида Аддина. Но что важно, назван по имени русский князь Роман, Роман Ингверич, рязанский князь, и назван по имени Кулькан. Кулькан – это единственный погибший в годе западного похода, то есть похода монгол-татар в Европу, не просто представитель ордынской знати, но царевич Чингизид, младший сын Чингисхана. То есть, в битве под Коломной монголы потерпели очень серьезный урон, потеряв одного из представителей царствующей династии. Видимо, именно поэтому коломенское событие попало в аналы не только русской истории, но и в эту историю сборник летописей Рашида Аддина. Потому что даже враги смогли запомнить, не могли даже забыть, я бы так сказал, то сопротивление, которое было оказано им под Коломной. Следующий героический князь – это Мстислав Глебович. Судя по всему, это один из представителей Черниговской династии. О нем в русских источниках в Ипатьевской летописи сохранилась совсем лапидарная запись. Мстислав Глебович услышал о нападении на племенников на город, на Чернигов, и пришел на них со всеми своими воинами. Они бились, и побежден был Мстислав, и множество его воинов было перебито. А город взяли и запалили огнем. Вот все, что мы знаем об этом героическом князе. Он пошел на помощь осажденным черниговцам. И дальше мы даже не знаем, что с ним произошло. Погиб он сам или не погиб? Скорее всего, погиб, потому что больше князь с таким именем в источниках не встречается. Но летопись не сообщает прямо, чем закончилось лично для него это героическое сражение. Вот два сражения, о которых мы можем говорить определенно. Два князя, Роман Ингриевич и Мстислав Глебович, мы можем говорить о них совершенно определенно, что они действительно оказали героическое сопротивление Батыю, войскам Батыя. Один Роман Ингриевич, сражаясь под Коломной, добился того, что его войска умертвили одного из чингизидов даже. А Мстислав Глебович бросился на помощь уже фактически в попавшему в безнадежное положение Чернигову, попытавшись как-то его отстоять. Конечно, мы в этом контексте не можем упомянуть и город Козельск. Весной 1238 года, когда уже войска Батыя разгромили северо-восточную Русь, татары проходили мимо этого города, и тем не менее осада Козельска затянулась. Но, к сожалению, мы знаем только по имени князя этого города и знаем, и Патевская летопись нам об этом сообщает, что он был просто очень юный человек. Судя по всему, обороной он сам не руководил, за него, за его честь, за его город сражались сами жители Козельска. Разрушив город Владимир, захватив Сузальские города, пришел Батый к городу Козельску. Там княжил молодой князь по имени Василий. Все, что осталось нам от этого человека. Нечестиво узнали, что люди в городе крепкодушны, по словам, что словами хитрыми нельзя захватить город, козляне же с общего согласия порешили не сдаваться Батыю, говоря так, хоть наш князь молод, но отдадим жизнь свою за него. И здесь славу света сего примем, а там получим венцы небесные от Христа Бога. То есть здесь инициатива защиты города все-таки принадлежит не князю как таковому, а самим горожанам. Героическая оборона Козельска не может быть нами приписана в пользу какой-то либо активной позиции княжеской власти. Таким образом, мы имеем дело с двумя совершенно четкими указаниями русских летописных источников на героическое поведение князей во время нашествия Батыя. Первое относится к походу Батыи на северо-восточную Русь, самому начальному этапу завоевания Руси. Это битва под Коломной. А второе – это уже событие, связанное с походом Батыя на южно-русские земли, попыткой черниговского князя Мстислава Глебовича отбить город Чернигов, который фактически попал в окружение уже многочисленных ордынских войск.